Итак, мы едем в Малайзию. Малайзия расположена в Юго-Восточной Азии почти на экваторе и занимает большую часть Малахского полуострова. Столица Малайзии город Куала-Лумпп. Куала-Лумпп расположен недалеко от моря, наверное, километров 20-30. Вот спереди уже показались дома Куала-Лумппору. Прилетели в Куала-Лумппор, взяли такси, но наши деньги это примерно 750 рублей и поехали по улицам Куала-Лумппору в свой отель. Дороги в основном над улицами, там многоэтажные движения, а люди ходят по земле. Что такое Куала-Лумппор вечером? Это поток машин и мало-мало-мало людей. Это падает снежинка, месяц-то у нас январь. Ну а как тебе ночной Куала-Лумппор? Вообще абсолютно неожиданно в красивом свете, в красивом виде. Я никак не ожидала, что так тебе здесь все хорошо. Современный город, очень красивыми домами, улицами, всякими современными машинами. Небоскребы, все подсвечены, красивые, но наша цель это, конечно, близнецы Кронос. Люди ходят вот по таким переходам над улицами, это для людей, а это монорельс, кругом громадные молок, павильоны, переходы какие-то футуристические, прямо из кинофильма. А или это вот такой громадный переход и самый удивительный, через каждые 10 метров к инстаграму. И тут прохладно. Километр длиной такой крытый переход, где надземный, где подземный. Здесь все, бесплатные туалеты, кафе, вот это километровые переходы, охраняемая полицией. Самое смешное, что мы шли-шли и вылезли там, оказывается, прямо из башен, из подножия. Вот они. Это одно из современных чудес света. И это чудес света мы посмотрели, по крайней мере, постояли в ней. А. В этом контенте. У нас дальше. Ну-ну. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот мы едем над городом Пройдя какими-то молвами, павильонами и прочими, вышли в фонтану и будем искать здесь Попонхоп Остейшн. Народ гадающий, не одни мы собираемся смотреть в голову Попов. Вот наш Попонхоп Остейшн, по которому путешествуем по городу. Здесь пока освободится хорошее место и окошко. И сейчас мы въезжаем в зеленый полюс. Там в Польше 22 остановки. Это Хопон-Хопов. Мы проехали уже центральный каменный джунглей города. И вот в этом зеленый полюс. И вот мы сделали остановочку. Это Королевский дворец. Но мы не могли бы выйти на 15 остановке. Это Малайкс-парк, где парк бабочек и парк птиц. Вот это знаменитый Малайский парк птиц. Целый город под сеткой. В общем, там надо проводить целый день. Ход стоит 48 рентгитов. Это 480 рублей. Надо немножечко охладиться, подкрепиться. А теперь мы постараемся попасть в парк орхидеи. И нас привлекла, конечно, вот эта надпись. Это царство орхидеи. И вместе, пожалуйста. Спасибо. Где ты? Вот сразу все достопримечательности Калалумпура в одном флаконе. И орхидеи, и басня, и зеленая знаменитая. Ну и, естественно, близнецы. Вот мы сейчас туда и поедем. Весь этот район города построен в колониальном стиле. Ведь с 19 века Малайзия была частью Британской империи. И получила независимость только в 1957 году. Сейчас Малайзия представляет из себя интересную федеративную монархию. Она состоит из отдельных штатов, королевств, где правят собственные монархи. А главный монарх у них выборный. Байкеры тут есть. Но их совсем мало. Страна богатая. Все ездят. Малайзия – одно из самых быстро развивающихся азиатских государств. И действительно, нас идет уже в будущем веке. Наш автобус специально остановился на фотоостановочку, чтобы запечатлеть вот этот культурный центр. Она пробежала скорее к культуру. Удивительно разнообразный, интересный. Куала-Лумпур. Удивительный город. Он какой-то весь трехмерный. Потому что улицы здесь необычные, плоские. Они все расположены в трех измерениях. Вот въехали мы в центральную часть города. Ну вот, Любе, непременно надо залезть на эту самую полуалумпуровскую басню. Которая, конечно, представляет собой тоже выдающуюся сооружение. И стоит на довольно высоком полуалумпу. Пожелающих залезть на осмотровую площадку довольно много. Так интересно, у нас огромный стоит бетонный такой дом. А вокруг здесь есть. Как это происходит? Вот так и понимаем. Вот так и понимаем. Спустившись из башни полуалумпуровской, мы сейчас полезем под воду в аквариум. Мы попадаем в такой длинный тоннель с приключениями. Это электрический раздел аквариума. Где электрические рыбы? Вот это электрический уголь. Разрядом которого можно вырубить проходило. Вот этот бассейн с пираньями. Ну-ка, давайте поближе подойдем. Посмотрим. Ух ты! Какая она злая. Это затопленный лес в бассейне Амазонки. У нас впечатление полное подводного мира. Гора. А вот в этом туннеле и ввезущейся дорогу, который ведет нас в подводное царство. Ты впадаешь в подводное царство. Скат, смотри, какой ты. Вот смотри, какой скат. А вот это иллюстрация к фильму челюсти. Из аквариума прямо в подземном туннеле. Ну, опять мы к бузнецам. Посмотрим, что там изменилось в вчерашнем вечере. Вот так выглядит бреднице днем. Они сделаны из бетона. И поэтому их вес очень большой и потребовал самого большого в мире 100-метрового фундамента. А снаружи, как я понял, там где не стекла, там нержавейка. Доброе утро. Вот и не оригинально. Вот народ лег. Можно пойти вон туда. Мы учимся самостоятельно передвигаться по городу. Взяли такси. И приехали в место замечательное, которое называется Куаланампур Central или Central Station. Это громадный комплекс. Есть железные дороги и даже есть авиатерминал KLIA. Это Каланампур International Airport. Я так понимаю. Экспресс. С точки зрения денег ехать в аэропорт на поезде смысла нет. 10 рингетов мы заплатили за такси. Здесь 60 и там. Примерно те же самые деньги. Но мы запознаем мир. Вот сейчас сюда, на этот перрон, придет экспресс, откроются автоматические двери, и мы поедем. Редактор субтитров А.Семкин